Андрей Пушкарёв, получивший травму лица, глаз и шеи в 2015 году, уже третий год не может выполнить требования врачей в полной мере и не получает должного ухода. Всё это время он находится под домашним арестом и доказывает собственную невиновность. Андрей Пушкарёв был задержан 24 июня 2016 года. Врачи отмечают, что процессы, происходящие с его пищеварительным трактом, дыханием и зрением, могут стать необратимыми, что не может оставить равнодушным его брата, экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. На своей странице в соцсетях Игорь Пушкарёв пишет. На минувшем заседании в качестве специалиста по медицинскому заключению допросили врача челюстно-лицевой хирургии Владивостока. В 2015 году эта врач выполнила первичную обработку ран и продолжает оказывать Андрею необходимую медицинскую помощь. У Андрея идёт рубцовая деформация лица, не закрывается левый глаз, нарушено зрение. У него непроходимость дыхания третьей степени, и он дышит с помощью трубки. Пьёт он с помощью шприца, глотать не может, функция пищеварения нарушена. Дефицит витамина D и нехватка солнца влияют на эндокринную и сердечно-сосудистую системы. Специалисты утверждают, что в настоящий момент только для восстановления дыхания необходимо около пяти операций. Ещё две необходимы как можно скорее в отношении рубцевания тканей. С января 2015 года и до ареста в июле 2016 Андрею Пушкарёву было сделано 22 операции, 19 из них под общим наркозом. Как отметила Юлия Аконская, сегодня важнейшим является восстановление дыхательной функции. Для Андрея Пушкарёва носовое дыхание сегодня возможно только при помощи специального оборудования, которое невозможно использовать ночью. Ночью у него возникают кратковременные задержки дыхания, в результате чего он постоянно просыпается. С утра у него поднимается давление. Уже можно говорить о гипертонической болезни. Она возникает именно на фоне нарушенного дыхания. Ночью Андрей Пушкарёв дышит только ртом. Это очень опасное состояние. По мнению специалистов, оказывающих ему поддерживающую помощь и родных, каждый день для Андрея Пушкарёва, находящегося два года под домашним арестом, испытания и преодоления обстоятельств. Но судья и обвинители не видят оснований для изменения меры пресечения.